У КД Украины, областного управления милицией, интересует руководство о том, что на сегодняшний день продолжается нарушение в сфере нарушения правил. Милиция этим вопросом занимается постоянно, вы знаете нашу статистику, я ее доводил. По итогам прошлого года еще раз напомню о том, что по нарушениям правил правил по ст. 156, в прошлом году было составлено 308 административных протоколов, в Багалейске 78, в Бьеховске 55, в Золотой 101. В этом году уже составлено 78 протоколов по нарушению правил по ст. 21, 28, 24 соответственно. Эта работа постоянно стоит на контроле, она продолжается, разделю ее на две части, это по тем предпринимателям, по которым мы уже ранее работали, есть у нас повторные части, уже и в этом году, которые не могут понять о том, что надо всего лишь выполнить элементарно, получить лицензию и работать так, как положено в европейском государстве, так, как оно должно быть. Не понимают, продолжают нарушать, естественно, начальник городского управления подготовил соответствующее поручение на основании вышесказанных документов и создана рабочая группа. А в этой работающей группе вы знаете, фамилии, которые есть, вы знаете. Безусловно, когда приходят и составляют протоколы, есть недовольство, есть жалобы, в этом случае мы проводим проверку, разбирательство. Высказывание о том, что начальник городского управления требует от кого-то деньги для того, чтобы продолжать нарушать, это училку и это не соответствует действительности. Значит, что сделано уже в период, как начальник подготовил соответствующее поручение к этой группе, которую мы говорим, подлук, каждый дом, те фамилии, которые уже звучат везде, давно в городе. Нравятся эти сотрудники, нравится, но они будут выполнять свою работу согласно действующим законодательством. Требует от этого не только правосудовую правильность и целому закону. Поэтому с 22.03 по 1.04 вот этой мобильной группой было составлено, выявлено 11 фактов, составлено 11 административных протоколов, из которых уже составлялось по повторности второй раз. Зона команда прочитает эти фамилии, чтобы озвучить, чтобы люди знали, чтобы это было... И если надо дать вашу фамилию, да? Без соответствующей лицензии я буду сокращенно уговорить, к чему нарушениям, 206 бутылок, 50 пачек, сигарет, Васильево, Губрина Сергеевна, 65-го подрождение, торговый павильон по проспекту Ленина, на профильной поликлинике, под ДУКД, без соответствующей лицензии. Выявлено 7 пластиковых емкостей, 2 литра каждая, на разливе. Третий факт. Кузьмина Катерина Анатольевна, 86-го года рождения, кафе-бар «Корчма», по бульвару Героеве. Без лицензии, 60 бутылок, 1 литра каждая, святодуха, 1 литра каждая, 68-го года рождения, торговый пиоск, 1 постровую с 517 павильон по проспекту Ленина, без лицензии. Кузьмина Катерина Анатольевна, 352 пачки гернет. Салда Кенка Дмитрий Викторович, 75-го года рождения, на территории центрального и убережного округа, по бульвару Строителю, сектор 2, объект 3. Без лицензии, 475 пачек сигарет. Кузьмина Катерина Анатольевна, 67-го года рождения, второго и убережного округа, 6 центра. Дунайский, без лицензии, 49 пачек сигарет. Кузьмина Катерина Анатольевна, 67-го года рождения, центрального округа, Катерина Анатольевна Катерина Анатольевна, 20-го года рождения, везлицами, 40-го года рождения, емкость 13 литров, примерно 13 литров, емкость различных подъемок 13 литров на разделье. Дальше Мухина, Ирина Ивановна, Кафтай Багенков, Комсомольский 3D, без лицензии, 22 лет. Щекан, Владимира Петровна, 64-го, без лицензии, 10,99 клача сибири, 11,5 лет. Лихолад, Людмила Анатольевна, 69-го года, Кафтай Баку, Герой Таин, 22 лет. САУГИНТ, Надежда Витлова, 58-ое увлажение, магазин ЛДМ, Кафтай Багенков, 61-го, без лицензии, 4, и тут водки. Знаете о том, что по, значит, САУГИНТ, повторность, ЩЕКА, повторность, я сказал 5 фактов. Это адрес, этот адрес здесь есть? Да, Герой Корчмак. Корчмак. У вас тут просто представитель торгового ПЦР, он участвует. Дальше. 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 Повторность, Кузьмин, повторность. Вот таких 5 фактов. Напомню о том, что все эти административные, либо направляются в суд, компетенция в судах, согласно действующего законодательства, рассматриваются судом. По части 1, от 50 до 200 неподходных документов, это 850, 3400 гривен. И по части 4, повторности, 150, 250 неподходных документов, это 2550, 4200 гривен, что в том числе проводится от криминальной милиции по деткам. Знаете, были у нас отработки в период операции с детям, когда были каникулы. В целом за первый квартал тоже были две работы, 12 рейдов сделали, в составе 16 протоколов. По части 2, статья 156, нарушение правил торговли по продаже детям. Одно направлено на подглавную лицензию в областную налоговую инспекцию на этими доходами, и две направлено в местную налоговую сумму по тем же вопросам о том, что есть такие нарушения, это что касается вот этого вопроса о нарушении правил торговли. Каким образом мы дальше построим? Мы спросим. Да, спросим, наверное. Присутствующие, которые исчезли. Смотрите, тут две категории. Присутствующие, те, которые были передлично оштрафованы за социальную медицину, и которые уже ее приобрели, и все в порядке работают. И те, которые, я поняла, повторно, но пока еще вопрос не пишут. Пожалуйста. Выходить? Да, коротко вот каждый из... Выходить? Можно. Можно и выходить. Пожалуйста. 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 Второй день. И там. Человек. Какая у вас стоит? Можно менять штрафку за спиртную. Без лицензии. Я выезжаю? А почему так получилось? То есть вы не знаете, что нельзя торговать без лицензии? Или знали, но все-таки думали, что сначала попозже? Нет, я только первая третья вышла. Вы предприниматель или вы реализация? Нет, я бы говорила. Вы реализация, да? То есть вы не предприниматель? Нет, я только вышла на работу попробовать, а потом начать на пенсию. То есть до этого этот кафе-бан не работал или там не продавались? Нет, он не работал. Он когда-то работал. Не, ну, скажем, а давно там. Я просто не работала, я работала на голове. Мы когда-то там тоже продавались, но и бывали там... Я не знаю, я никогда туда не ходил. Вы решили попробовать не без стезиса сейчас на предпринимателя или же... Ну да. Просто дали попробовать, да? Вообще не попробую. Да, у меня попробую. Сколько вам штрафный? Две тысячи. Подождите, Сан Саныч, а первичный штраф какой? Я же говорю, от 850 до 34 места. Нет, решение отсюда у меня было. Вот, вот. А суд принимает решение. А, суд принимает. Суд принимает. Суд принимает. Суд принимает. Суд, он самоносит решение. Ну, когда суд задася решение, вот, чем он руководствовался, то есть, имеется в виду, как они оценили, куда вы думаете? Нет, у вас приглашали? Нет, у меня не было. Мне пришла повестка, я уже туда поехала, а суд извини. А стоимость лицензии вы уже узнали? Нет, еще. То есть вы документы еще не собрали? Нет, мне надо выплатить штраф. Ну, намерение оформлять лицензию у вас, да. А сколько стоит лицензия? 8 тысяч квадрат. 8 тысяч квадрат. 8 тысяч квадрат. Ну, да, он сказал. Ну, за один штраф 2 тысячи. В принципе, штрафы это очень неприятно, да, работают без лицензии, очень неприятно. Нет, 2 тысячи. На что вы намекаете? Какое-то время и не работают за 9-5 минуты, как-то длинная. Правильно, они работают на УЗ. Милиция будет работать, потому что вот находятся наши помощники, которые будут нам звонить о том, что вы пришли к корчмалу, а там опять нету никаких документов, куточек с поживочем. Мы с ними вместе уже работали, Сан Саныч, у нас все это есть, вместе, совместно, мы снимали, все мы, скажите. Вы же не молчали. Я им слова дам. Пожалуйста, следующий, кто тут еще? На данный момент продолжается у вас? Нет. Что у вас? Тоже, я же закрою. С сигаретами. Ага. Без лицензии, да? Ну, это непростой. Без лицензии на банке. Нет, с лицензии на банке. Нет, так там много сигарет изъят. С лицензии на банке. Давайте мы другую точку закрывали, да, и там решили чуть-чуть допродать. Так, давайте послушаем девушку, которая вот так не опорнили лицензию работы, да? Давайте. Я не знаю, честно говоря, что вам нужно работать. Я понимаю, что вы захватили штраф, а вы поняли. Я, значит, сейчас, пожалуйста, расслаблю точки на «ты». Я являюсь директором других магазинов, не конкретно о том, в котором был штраф этот. Поэтому я, честно говоря, там особо ситуацией не владел. Но насколько я могу сказать, что наше ЧП работает всегда с лицензиями. Все магазины с лицензиями, по всему миру не ехали. Наличие существует ЧП не я. А, это, а как же получилось? Ну, честно говоря, я сильно не владел, потому что хозяин сейчас болеет. Но тот платок, о котором шла речь, я так понимаю уже, по сути. Он не работал зимой, сейчас он открылся. В принципе, там просто не торгуется. Спиртное там купило просто на данном уровне. Все остальные наши магазины всегда с лицензией, всегда документально все. Ну, а палатку какое принято решение? В палатку принято решение, сейчас лицензия там не берется и не торгуется. Просто была проверка, у нас там как бы и нарушений нет, все в порядке. Ну, это не по мне, честно говоря, как хозяин вопрос. Я так думаю, что Владимир, это было еще в прошлом году, это не сейчас. То есть люди отказались от сольства, и там было, у нас таки вам уже лицензия просто не нет. То есть мы сделали такую, а местонахожение Лоточка, что за адрес? Это не простроя, на остановке там, не простроевская комиссия. Я, честно говоря, даже, честно говоря, чисто радуется. То есть получается, что работа нормально с лицензией все равно может оставаться с прибылью. Ну, конечно. У нас вот как положительный такой момент. Я поняла, что вы расскажите людям, что... Да, естественно, если есть торговля, если есть покупатели, есть спрос, то лучше, конечно, это срок помнить и не иметь ни себе, ни каких-то проблем. А вот по торговле это несовершеннолетний. Нет, это божество. У нас у самих есть люди, поэтому мы с такими... А расскажите, пожалуйста, вот какую проводите работу с продавцами? То есть как-то вы с ними разговариваете именно о том, чтобы не продавали несовершеннолетний паспорт, они просят? У нас дело в том, что продавцы работают годами, один, годами, два. Совершенно нормальные люди, за которых мы отвечаем в полной мере. Паспорт, конечно, обязательно спрашивают. Потому что это студенческий городок, так скажем, и, естественно, желающие существуют. И, понятное дело, всегда спрашивают о паспорте, грех на душу никому нету. То есть ваши продавцы рассказывают о таких случаях, когда они сомневались и не продавали алкоголь, когда приходили молодые люди? Естественно. Всегда у нас есть объявление на входе, которое областит о том, что несовершеннолетнюю спиртную сигарету не продаются. Обязательно и студенческие показывают и паспорта, поэтому... Ну, а со стороны Ромайка, с которым вы подтвердили, я вот слышал, что есть медианик, да, я вот слышал, у нас дети, они простроены, тренируются на бровестнике. Неоднократно просто заходил, я просто видел, что заходят, просят сигареты. Ну, подростки, будем говорить. Продавцы отказывали. Это лично я своим, как говорится, глазами слезанно слышал. Спасибо. Ну, я же не знаю, допустим, кто вы. Это реклама, это реклама. Нет, нет, это подтверждение того, что я просто не знаю, кто, я просто слышал, что чей медианик. Кто ли? Да. Нет, я же не знаю. Так, все осталось у нас. Раз, два, три. Ну, да, у меня две статьи на наказание, да, конечно. Штраф? Да. Аплодили? Хорошо, что бы. Дальше что бы. Сейчас ничего не думаю, мы уже просто не так. Только лицензионами играли. Тема в том, что детстве невыгодно продавать лицензионные, потому что в истории делать как-то не очень дорого. А тут совершенно другой. Фильмы, да, конечно. Но игровые сейчас подбываю, игровые лицензионные. А, начало, как у нас прицензии? Что это сказать? Лицензия, что есть? Нет. Ну, какой-то, скажем. Мы не хотим. Нет, так, а, дайдай, дайдай. Ну, первого не было, я поняла. Ну, не успели переоформить. Да. Первый раз или трех? Первый. А кто же тут сидит в повторной? Мы приглашали тех, кто уже повторно было. Есть же такие, которые повторно и в третий раз и не платят штрафы. Вот еще есть какая-то теория. Нет, понимаете, тут еще какая-то ситуация. Мы в основном слышим аргументы милиции. Эти аргументы правильные. Но хотелось бы услышать аргументы тех, кто стоит за прилавком. Вот у них, наверное, есть же тоже какие-то свои проблемы, свои претензии, свои вопросы, свои боли. Там, везеных слов. Мотка льется рекой и завершается тут же преступление. Вот, чем ее. Мало того, мотка продается не в совершенном месте. Вот. Ну, а ваша позиция? Хотелось бы просто по-человечески услышать. Или действительно водка настолько выгодна, что ей можно торговать с нарушениями. Или может перейти на какую-то судоценту, на этот Днепрострой, Деми и Берденки. Хоть не любит Роман Александрович это слово, но вот я же могу на Днепрострой 9 торговых точек по торговле спиртной на этот маленький мегрорайон. Если надо, их все перечисли. Ну, 9 их 9. Разве можно 2 школы, технику, институт и 9 точек по продаже спиртной. И, наверное, рядом с учебными злочками. Ну, тогда где? Там по-другому никак. Вот напротив университета параллельность недопоим. Смотрите, здесь то, что уже говорилось о том, что есть недовольство граждан, а также есть недовольство вот тех протоколов, которые я обозначал в цикле, в 308, это тоже недовольство. Почему милиция к этому приходит? Сегодня мы слышим, когда вот сотрудники обзванивали предпринимателей и говорили, придите, пожалуйста, дайте комментарии. Мы давать комментарии не будем, либо вот как граждане, без комментариев. и вообще мы будем жаловаться. В чем милиция ходит? На сегодняшний день сказали, что предпринимательству зеленый свет, должны предприниматели работать, зарабатывать деньги. каждый же зарабатывать по-своему. Мы ездим в коллектив и слышим о том, что эти зарабатывания это богом какой-то. Это есть проблема. Народ убивается. Вы же посмотрите, у нас по статистике... 80% преступлений совершаются в алкоголе, в наркотическом состоянии. У нас около 5000 лиц, которые находятся на учетах, которых надо контролировать, которые уже без этого не могут жить, и они состоят на учетах. А сколько таких, которые не состоят, а убиваются только одного, либо где-то еще, никуда не обращаются. И родственники, они уже безразличны, и о том же есть проблема. Вот это социальный вопрос. Вот над этим надо работать. Как поменять мировоззрение? Те, кто зарабатывает над этим, таким вот образом нарушает, и как уберечь общество, молодежи продается, что дальше. Те, которые продают молодежи, те, которые точки расположены возле школ, садиков, техников. Ну, вы первым делом подумаете, вы продаете сейчас водку, пиво, то же самое молодежи, а кто-то же вашему сыну или вашей дочке тоже самое продает. Вы подумаете, что будет после того, когда он выпьет, напьется, и что может произойти с вашими детьми? Это первое задуматься, неужели деньги перекрывает это все? Ну, а в дальнейшем мы проводили, будем проводить рейсы, и как бы захотелось, вы говорите, нечестным предпринимателям мы будем выявлять, выявляли и будем вот это. Соответственно, защищаем предпринимателей, будем говорить, не будем скрывать, что у нас еще есть коррупция, которой тоже боремся, соответственно, защищаем от коррупционных действий. Ну, и также выявляем такие же самые предприниматели, которые пытаются работать под черным флагом. В принципе, задача вот ваша в этих спинных рейдах с милицией, чтобы не ущемлялись ни права предпринимателей, но они соблюдали закон. Соответственно, ввести все полностью в законном порядке. Вау. Я хочу сказать, что вот я с ними уже не раз участвовала в этих всех мероприятиях, и был у нас ночной вызов в шайбу, вот, там тоже отработка была, и они очень хорошо тебе показали, они нам очень помогали, документировали все, снимали на видео, фотографировали, понятные были, присутствовали, скажи, Саша, как все было, ну, все было на, что было на, что было на, что было на, все было на, все, на, мы шморили, соответственно, полностью. То есть они нам оказывают сейчас очень большой действий на самом деле все, что делают, все делают в законном порядке. Это самое главное требование, которое наш организация вставляет, только в законном порядке. Даже наши действия, наши действия милиции, действия органов всех, только в законном порядке. Даже те же самые проверки, но тоже в законном порядке. Как давно существует наша организация? В следующий 8-й год. Это областная организация, мы сейчас в этом организации в городе, ну, будем говорить, расширение этой организации началось, в принципе, в этом году. Началась она, вы сами знаете, с каких действий, допустим, с каких времен, с вами, да. С временом Майдана нам начали расширяться, мы начали люди заходить, желающие дать помощь органам милиции в ночных патрулированиях автор патрулирования то же самое сейчас идет о контроле вот из таких рейдов вы можете сказать больше предпринимателей, которые соблюдают закон, или все-таки тех, которые его нарушают? Я скажу на счастье, да больше, которые больше законопроекты хотя, если это посмотреть обширно, кажется, что вроде бы больше работает по черным флагам, но это не так я это скажу согласно всем сводкам и тому подобное сколько мы проверок делали, сколько мы сделали вот, правильно, тот самый проспект Ленина, взять, то есть, кажется, там очень мало работает по черным флагам, но это не так работает под лицензиями работает официально да, бывают, есть мелкие нарушения как говорится, думают, бытовые нарушения такие, но все равно работает законопроект то есть мы еще не коснулись одной темы Сан Саныч, нарушения и тишины это вот так это тишина пока мы сейчас спасибо за просмотр! спасибо! спасибо! Продолжение следует...